Ирина, после разговора с вашим генеральным директором мы поняли уже, что Ашан ожидает глобальные изменения. Что будет меняться в направлении, которое вы возглавляете? Мы будем обновлять это направление, потому что мир меняется, наш покупатель меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Мое направление – это зона свежих продуктов. В свежих продуктах изменения очень серьезные на рынке идут, очень много новых трендов, каждый день прибавляется что-то новое. И мы, как один из крупнейших ритейлеров страны, должны полностью отвечать ожиданиям наших потребителей. Мы должны полностью обеспечить им возможность купить их любимые продукты на нашей полке. То есть для тех людей, которые хотят следовать принципам ЗОЖ, мы должны дать обширную широкую линейку интересных продуктов ЗОЖ во всех ценовых сегментах. Для тех людей, кто по-прежнему хотят есть мясо, мы должны дать самое лучшее мясо в стране и так далее. Кулинария должна дать возможность любой хозяйке найти продукт по своему вкусу для своей семьи. Мы должны меняться. Мы здесь в зоне, когда нельзя говорить о том, что вот мы сделали самый лучший ассортимент, потому что самого лучшего ассортимента не существует. Потому что каждый день на рынке свежих продуктов происходит что-то новое, и мы должны отвечать этим новым веням. Ну вот вы, когда сейчас меняете ассортимент, на что ориентируетесь? На опыт конкурентов или на запросы покупателей, или вы это все вместе собираете и как-то вырабатываете свою стратегию? Ну конечно же, это всегда очень комплексная работа. Конечно же, мы очень внимательно смотрим на то, что делают конкуренты. И не только конкуренты. Наверное, конкуренты – это несколько узко. Мы смотрим, что происходит в ритейле во всем мире. Мы очень внимательно смотрим на полку, смотрим на предложения, смотрим на ассортимент ритейла, как в России, так и в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки, потому что это интересно. Потому что так мы можем быстрее понять, куда движется мир. И, конечно же, мы очень стараемся еще больше и еще лучше узнать нашего покупателя. Потому что наши покупатели, они очень разные. А как я уже сказала, мы должны найти ответ на потребность каждого покупателя. Поэтому мы ведем очень серьезную работу по изучению рынка, по изучению покупателя, по изучению трендов рынка в питании, трендов изменения стиля жизни, загруженности людей. Потому что мы же все живые люди. И вы, и я. Мы все хотим вкусно питаться. И мы по-разному. Каждый из нас подходит по-разному к тому, что мы едим. И то, что нам нравится. Простите, у нас разные вкусы на тот же самый простой хлеб. Кто-то любит белый, кто-то любит черный. Мы должны дать все. Конечно же, очень важны тренды здорового питания. И я, знаете, я бы, наверное, даже сказала, что тренд здорового питания для меня не самый главный лейтмотив, когда я со своей командой обсуждаю изменения ассортимента. Самый правильный тренд – это тренд правильного питания. Питаться правильно – это в том числе и питаться здорово. Я так понимаю, что присутствие на полках той самой правильной продукции невозможно без поставщиков. Как вы их ищете? Вы знаете, тяжело. Потому что понятно, что очень просто найти крупного поставщика. Очень просто с ним договориться, заключить договор. И очень сложно найти маленького локального поставщика, который, к сожалению, давайте смотреть правде в глаза, очень часто думает, что, ну, в Ашан я не попаду. Вот. Попадают в Ашан. Ну, это не так. Попадают в Ашан маленький. Попадают. Попадают. И более того, мы очень часто уговариваем маленьких поставщиков, приходите к нам и попробуйте. Мы очень хотим видеть вас на полке. Для нас очень интересны все новые проекты, новые продукты. Особенно инновационные продукты, здоровые продукты, качественные продукты. Для нас это очень интересно. Компании, которые вкладывают себя в новый продукт, вкладывают такое количество усилий, должны быть на нашей полке. И это правильно. Потому что мы считаем, что Ашан должен дать шанс таким компаниям и должен стать неким проводником таких компаний на рынке. А вот подобные выставки помогают в поиске новых контактов поставщиков? Да, очень помогают. Потому что вот сегодня я уже с радостью встретила нашего поставщика, с которым мы познакомились на World Food в прошлом году. Это небольшой региональный поставщик с очень интересной продукцией. И вот сегодня я уже с радостью их приветствовала как нашего текущего поставщика. Хотя в прошлом году мы их убеждали, что не бойтесь нас. Мы, конечно, большие, но мы не страшные. Приходите. Вот смотрите, небольшой поставщик. Это все-таки в каких объемах выражается, если, например, говорить про, допустим, категорию какого-то узконаправленного мяса. Например, вот баранину взять, допустим. То есть небольшой поставщик для Ашана. Это что? Ну, это зависит от региона. Вы же понимаете, что мы можем пробовать, мы можем подстраиваться под возможные объемы поставщика на определенном рынке. Ну, например, в Казани развивать казанского поставщика. Там у нас не так много магазинов. То есть мы можем гарантировать, что мы не убьем поставщика огромными объемами, которые на него просто вот свалим ему, как снег на голову. Нет, мы можем быть лояльны. И поэтому один из главных вопросов, который мы задаем локальным поставщикам, скажите честно, какой объем для вас будет комфортен? Потому что мы готовы работать с вами над тем, чтобы начать с комфортного для вас объема и дальше вместе расти. Ну и в продажах вашей продукции, вы в зоне производства. Для нас это очень интересно. Такие коллаборации крайне интересны компании «Шан». Если говорить о том, что вот вы только что упомянули, про правильное питание, про правильные продукты, вы анонсировали в том числе, например, колбасу с натуральным составом. Но почему-то вот у всех установка такая, что натуральная значит дорого. Означает ли это, что вот колбаса с натуральным составом это вот такой, ну, продукт премиум сегмента? Или вы будете искать золотую середину каким-то образом? Нет, это совсем не обозначает. И спасибо большое за этот вопрос. Мне очень приятно на него отвечать, потому что это такой большой проект, которым мы занимались несколько месяцев, потому что мы, это наше собственное производство, и мы очень плотно работали с этим проектом, и для нас это было сложно, потому что наши технологи огромное количество усилий потратили на то, чтобы создать действительно правильный продукт. И нет, это не продукт, который относится к премиальному сегменту, это продукт, который относится к среднему ценовому сегменту. Тем не менее, это абсолютно натуральный продукт. А по составу мяса в нашем колбасе мы превосходим гост. И там действительно только натуральные специи, натуральные добавки. И это продукт, который, вот когда мои друзья говорят, что, ну, все же детеныши наши любят сосиски, и мамочки говорят, ну, слушай, ну, ты же специалист, скажи, чьи сосиски покупать? Я теперь с гордостью говорю, нашу точно можно. Хорошо. Вот также ваш генеральный директор говорил о том, что сейчас у вас пересматривается вопрос форматов разных. То есть там вы сокращаете гипермаркеты, отказываетесь от магазинов маленьких, думаете над тем, чтобы организовать вот эти вот пункты выдачи заказов, что-то вроде как приехал, припарковался, забрал. Как вы учитываете вот эти вот все перемены в своей стратегии развития ультрафреша? Ну, да, безусловно, мы несколько сокращаем площади гипермаркетов, потому что они действительно были сделаны под агрессивный спрос с начала 2000-х годов. Сейчас это уже не так. Но мы будем идти через оптимизацию ассортимента, потому что в ультрафреше мы очень-очень плотно работаем с ассортиментом. Мы смотрим и пересматриваем ассортиментную матрицу каждые три месяца. И мы приняли для себя решение, что мы идем в парадигме, что только самые лучшие и самые интересные продукты живут у нас на полке. Мы больше не расширяем количество одинаковых продуктов просто с разной ценой. Мы считаем, что это не очень интересно и не очень нужно нашим покупателям. Мы считаем, что мы должны давать им право выбора в ценовых сегментах и в разных продуктах. Не в дубле одного и того же продукта. Только лучшие продукты и только лучшие производители. Поэтому, да, мы готовы к некоему сокращению ассортиментной матрицы в пользу ее оптимизации. Это совершенно необходимо в современном мире. То, что касается работы с Takeaway, мы с радостью ждем начала этого проекта. Потому что, знаете, вот, наверное, я, просто как работающая женщина, очень хочу, чтобы этот проект начался. Потому что мы всегда бежим, нам всегда некогда. И такую возможность я бы хотела иметь. И поэтому в UltraFresh мы тоже очень много сейчас думаем о правильной упаковке, о правильной подготовке заказов, о правильном сохранении продукта, для того, чтобы в пункте выдачи, получив наш покупатель, гарантированно имел лучшее качество, лучшую свежесть. То есть мы очень много работаем над развитием этого проекта. И мы очень верим в этот проект. Ну, а то, что касается закрытия маленьких магазинов. Ну, вы знаете, вот сегодня, когда выступала, сказала формат магазина у дома. Но для меня это все-таки формат так называемых атаков. Но все-таки магазин должен иметь, ну, достаточно большую площадь, для того, чтобы предлагать достаточно широкий ассортимент. Совсем маленький магазин, наверное, это не то, что нужно покупателям в современном мире. Потому что совсем маленький магазин – это то место, куда мы забегаем купить хлеб и молоко. А мы все-таки хотим предложить нашим покупателям возможность выбора, для того, чтобы увлечь нашего покупателя возможными вариациями приготовления разных блюд, разной еды, разных интересных вещей, которые интересно попробовать. Мы любим еду, и мы хотим, чтобы наши покупатели тоже ее любили, имели возможность выбора всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!